Процесс начался, и компания Apple уже приступила к разработке смартфонов линейки iPhone 16. И да, смартфонам есть чем нас с вами удивить. Также поговорим про линейку планшетов iPad, ведь, по слухам, в этом месяце нам могут показать обновленный iPad mini 7 и сразу два новых планшета iPad Air. Ну и другие мелкие новости тоже обсудим. А если этого мало, то в нашей группе Apple Radar вы найдете больше новостей из мира Apple. Ну и традиционно перед началом видео рекомендую подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. Всем привет! У микрофона Антон, вы на канале Кэпипаста, поехали! Как сообщает китайский портал MyDrivers, компания Apple уже приступила к созданию смартфонов 16 серии, а первые прототипы начнут выпускать уже в декабре 2023 года. Линейка будет состоять из четырех моделей, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Младшие iPhone 16 и 16 Plus получат более тонкие рамки, следовательно, площадь экрана будет больше, а вот Pro модели ждут более интересные нововведения. Так, по данным портала Fon Arena, диагональ экрана iPhone 16 Pro подрастет с текущих 6,1 дюймов до 6,3 дюйма, а iPhone 16 Pro Max станет еще больше, 6,9 дюймов против текущих 6,7. Да, смартфоны станут больше, и что примечательно, шире плюс-минус на 3 мм. Благодаря возросшим габаритам в следующем году ожидаем, что в iPhone 16 Pro появится перископный сенсор, аналогичный тому, что установлен в iPhone 15 Pro Max. А значит, снимки с пятикратным зумом будут доступны и на обычной прошке. Это для Apple привычная практика. Сначала что-то добавляют в самую дорогую модель, а впоследствии в модели подешевле. Так было, например, с Dynamic Island. Сначала он появился в Pro моделях, а потом и на обычных. Еще в сети есть информация, что iPhone 16 и iPhone 16 Plus получат дисплей с частотой обновления 120 Гц. Однако я бы к этой информации относился очень и очень скептически. Сейчас, по логике Apple, 120 Гц – это привилегия про устройств. Технология ProMotion используется в MacBook Pro, iPhone Pro и iPad Pro, так что ждать появления 120 Гц в базовых версиях я бы не стал. И раз уж мы упомянули планшеты iPad, то по данным портала VCC FTEC, уже в этом году нам могут показать iPad Mini 7-го поколения и два новых планшета iPad Air. Давайте обо всем по порядку. Планшет iPad Mini 7 будет ожидаемым и понятным обновлением актуального iPad Mini 6. Это все тот же дизайн, но обновленная начинка. Чип Apple A16 или даже Apple A17 Pro. Более качественный экран и поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. С iPad Mini, как мне кажется, история очень простая. У него попросту нет конкурентов, ведь на рынке не представлены никакие планшеты с флагманской начинкой и небольшим размером. Если вы ищете маленький планшет, советую дождаться iPad Mini 7. iPad Air 6 тоже будет минорным обновлением. Более производительный чип M.2, чуть лучше экран, чуть лучше камера. Ну, в общем, стандартный амейзинг. Куда более интересно, лично для меня, информация про увеличенную версию iPad Air. Вероятнее всего, это будет все тот же iPad Air 6, но с большим экраном. Этот вариант отлично подойдет тем, кто хочет себе большой планшет. Но платить баснословные деньги за iPad Pro не хочется. Помимо планшетов, в этом году мы с вами ожидаем появления новых компьютеров Mac с чипом M3. И, судя по всему, наконец-таки обновят 24-дюймовый iMac, который продается только с чипом M1. В целом, осень может нас еще порадовать интересными новинками от Apple. И мы обязательно будем держать вас в курсе всех актуальных новостей из мира Apple. А чего вы ждете от следующей презентации Apple? Может, новый iPad Mini 7 или MacBook Air с чипом M3? Ваши варианты ждем в комментариях. Все комментарии мы обязательно читаем, а на самые интересные с радостью отвечаем. Ну и самое главное, что вы можете сделать, это подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. И про телеграм-канал Apple Radar также не забывайте. Вы были на канале Копипаста, у микрофона Антон, до связи и хороших выходных.